Здравствуйте! В эфире новости на шестом канале о самом важном в политике, экономике, бизнесе, культуре и спорте. Меня зовут Никита Каргаев. Сегодня в программе. Вердикт губернатору. Представитель партии Родина предложил коллегам определиться, они за политику Сипягина или против. Если вы против, то одна позиция. Если вы за или вы там не высказываете, значит вы поддерживаете и вы должны солидарно Сипягинам нести ответственность за тот дурдом, то что происходит в области. ПАУК В КАЧЕСТВЕ ПАРОВОЗА Во Владимирской области за сутки от коронавируса умерло еще 8 человек. Высокая смертность держится уже четвертые сутки. Вчера и в субботу мы также потеряли восьмерых, а в воскресенье коронавирус вырвал из рядов живущих четверых жителей Владимирской области. Общая смертность от новой заразы теперь составляет 598 человек. Заразились коронавирусом еще 157, на 2 меньше, чем накануне. Спад по заболевшим продолжается вторые сутки. Общее количество зараженных теперь 21 668. В лидерах антирейтинга Владимира плюс 37 заболевших за сутки, на втором месте Гусь-Хрустальный 16. Третье место антирейтинга у Мурома 14 новых заболевших. Общая статистика по области выглядит сейчас так. Владимир 4577 случаев, Гусь-Хрустальный 2762, Муром 2365, Ковров 1605, Александров 1376, Петушки 1328, Вязники 1066, Юрьев-Польский 1059, Кольчугино 815, Суздаль 745, Собенко 731, Горховец 632, Меленки 551, Камешково 514, Киржач 503, Красная Горбатка 484, Радужный 292, Судок до 263 случая. Что касается выздоровевших, то за минувшие сутки их 134 на 8, меньше, чем накануне. Победивших коронавирус в нашем регионе теперь 18 997. Готова ли администрация Владимирской области выполнить поручение президента России? Речь о прививках от COVID-19 обычным гражданам. Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин поручил регионам перейти к массовой вакцинации. Администрация Владимирской области поспешила отрапортовать о готовности. Как сообщили в официальном пресс-релизе, в регион доставили 16 800 доз вакцины. До конца месяца привезти должны еще больше 52 тысячи доз. Вакцина «Спутник Ви» двухкомпонентная. Это значит, что для защиты от болезни уколоться нужно дважды, с промежутком в 21 день. Чиновники заявляют, что привить собираются самые широкие слои населения. Это касается всех, у кого нет противопоказаний. Для того, чтобы привиться от новой коронавирусной инфекции, жителям города Владимира необходимо сообщить о своем желании, позвонив в колл-центр городской клинической больницы номер 5. Жителям других городов и районов предлагается обратиться по телефону в поликлинику по месту жительства. Граждане будут приглашены на вакцинацию в определенный день и час. Мы попробовали дозвониться в колл-центр и записаться на вакцинацию, однако сделать это не смогли. Здравствуйте. Вы позвонили в городскую клиническую больницу номер 5 города Владимира. Для вызова врача на дом нажмите 1. Для записи на вакцинацию нажмите 2. Прослушать в трубке знаменитую иностранную песенку, название которой, к слову, переводится «Не беспокойся, будь счастлив», пришлось несколько раз, однако настроение от этого не улучшилось. За 15 минут ожидания трубку никто так и не взял. Похоже, пока записаться на заветный укол тем, кто не может весь день сидеть на телефоне, не получится. Продолжение следует... Департамент ЖКХ Илья Потапов, в Рио вице-губернатора по ЖКХ Александр Байер, в Рио первого замгубернатора по промышленности, инвестициям и сельскому хозяйству Максим Брусенцов, заместитель губернатора, отвечающий за внутреннюю политику региона Игорь Маховиков, руководитель облздрава Алексей Мазалёв, директор департамента региональной политики Денис Лякишев, председатель комитета внутренней политики Олег Леухин и председатель комитета по молодежной политике Алексей Виноградов. Есть вопрос у автора обращения и к социальной политике региона, а именно здравоохранению. Как считает Магомед Ахматов, в регионе сорвана программа по строительству ФАПов. Не построен обещанный ковидный госпиталь на территории ОКБ, а дефицит врачей во Владимирской области увеличился. Много обещаний и по промышленному сектору. Предприятия, о возрождении которых говорил губернатор, по-прежнему закрыты. Речь идет о Владимирском тракторном заводе, крахмально-паточном комбинате в Селивановском районе и звенокомплексе в Лесном. Решение проблемы в том, чтобы называть вещи своими именами. Представьте, вы наняли кого-то там работника, я не знаю, построить дом. И уже там, когда строится фундамент, вы понимаете, что бригада не справляется. Вы что сделаете? Вы замените строительную бригаду. Точно так же я считаю, и мы с товарищами считаем, что губернатору нужно заменить. Он должен уйти в отставку. Магомед Ахматов написал письмо и адресовал его 12 региональным лидерам политических партий. Лидер отделения Родины предлагает коллегам публично обнародовать свое отношение к политике губернатора. Или же нести ответственность за происходящее в области вместе с главой региона. Настало время, когда нужно высказать свою позицию публично. Я прошу сделать это. Выскажите свою позицию. Если вы против, то одно позиция. Если вы за, или вы там не высказываете, значит вы поддерживаете. И вы должны солидарно Сипягинам нести ответственность за тот дурдом, то, что происходит в области. Лидер скандальной рок-группы «Коррозия металла» Сергей Паук-Троицкий хочет избираться в Госдуму от Владимирской области. Об этом шестому каналу сообщил советник фракции ЛДПР в ЗС Валерий Пузанов. Сейчас рокер ведет переговоры с руководством партии ЛДПР в Москве. Впрочем, избираться он планирует именно от 33 региона. Решается вопрос, в каком из двух округов он будет выставлять свою кандидатуру. В том, по которым идет Игорь Гошин или в округе Григория Аникеева. Если Троицкого зарегистрируют кандидатом, то Валерий Пузанов планирует возглавить его избирательный штаб. Такое предложение Пузанову Паук сделал по старой дружбе. Валерий добавил, что с рокером они хорошо знакомы уже больше 20 лет. Пузанов заявил, что вместе с Сергеем Троицким они готовы расшевелить предвыборную кампанию. Сергей Троицкий Паук изъявил желание баллодироваться в Государственную думу от Владимирской области, но пока не решил, по какому округу. Насколько я знаю, сейчас он ведет переговоры в Москве с руководством партии, идти ли ему от нас. Если его зарегистрируют, то естественно, как своему старому другу Троицкому и партии, я ему помогу и возглавлю его предвыборный штаб. Валерий Пузанов уверен, что в Госдуме лидер партии коррозии металла сможет выбивать для Владимирской области из федерального бюджета деньги на нужды жителей региона. Мать с маленьким ребенком на руках выпрыгнула из горящей квартиры. Женщина погибла. Трагедия произошла в Кольчугино. Там произошел пожар в девятиэтажке. Загорелась квартира на шестом этаже. Как сообщают в МЧС о возгорании, им сообщили вечером 18 января. Когда огнеборцы прибыли на место, то увидели много дыма. А именно он, как правило, и приводит к человеческим жертвам. Жителей подъезда, где горела квартира, пришлось эвакуировать с использованием дыхательных аппаратов. Всего было спасено 25 человек. Позже возле дома была обнаружена погибшая хозяйка горящей квартиры. Видимо, она решила, что когда приедут пожарные, может быть, уже поздно. Как говорят очевидцы, 39-летняя женщина вместе с шестилетней дочерью выпрыгнули с балкона шестого этажа, спасаясь от огня. В результате женщина разбилась. Девочка с переломом доставлена в больницу. Как было установлено, это жители квартиры, в которых произошел пожар. Причины гибели женщины и травмирования ребенка устанавливаются следственными органами. Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС России. К ликвидации пожара привлекали 6 единиц техники и 15 человек личного состава. Продлить срок содержания под стражей до 25 апреля включительно. С таким ходатайством выступило следствие в отношении Павла Панфилова. В Октябрьском райсуде рассматривался вопрос о дальнейшей мере пресечения для директора регионального департамента имущественных и земельных отношений. В начале декабря 2020-го его задержали. Первоначальная мера пресечения – содержание под стражей до 24 января истекало на днях. Оставить под стражей или поместить Панфилова под домашний арест – этот вопрос решался на этом заседании. Съемку судья разрешил лишь в начале, но вести аудиозапись никто не запрещал. Следователь огласил свое ходатайство. Следствие просит продлить срок содержания под стражей Панфилова до 25 апреля 2021 года. На этот же срок продлен срок предварительного следствия по уголовному делу. Своё ходатайство мотивирует следующим. Дело представляет особую сложность. Особая сложность выражается в том, что большой объем следственных и оперативно-розыскных мероприятий, который проведен по делу, еще который предстоит выполнить. В настоящий момент уголовное дело составляет более 20 томов. Директора Департамента имущественных и земельных отношений обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с ноября 2019 по март 2020 Павел Панфилов получил через своего замопосредника более 9 миллионов рублей от руководителя строительной фирмы за обеспечение победы в аукционе по строительству Камешковской школы. 3 декабря 2020 года составлен протокол о том, что в соответствии с статьей 2.9192 ПКРФ в 10 часов 25 минут был задержан Панфилов Павел Валерьевич. Основанием задержания послужил, так как очевидцы указали на данное лицо, как на совершившее преступление. При этом Панфилов не единственный подозреваемый. Его бывшего зама Оксану Власенко тоже обвиняют в получении взятки. Обоим грозит до 15 лет лишения свободы. Адвокат Панфилова не согласился с доводами следствия. Дмитрий Земсков настаивал на домашнем аресте для своего подзащитного. Среди доводов отсутствие доказательств возможного давления на свидетелей по делу со стороны Панфилова. Те предположения, которые содержатся в материалах ходатайства, в частности, о том, что может уничтожить подчиненных сотрудников, то он второй или сделал 60-е, это на чем основаны такие доводы? Может уничтожить сотрудников подчиненных. А почему только их, а не свидетели? Непонятно. И почему так делается такой вывод, что вот вплоть до уничтожения? Слово суд дал и Павлу Панфилову. Тот напомнил, что на его иждивение трое детей, которые нуждаются в отце. При этом существующие электронные устройства могут легко позволить контролировать его нахождение под домашним арестом. Условия пребывания в СИЗО Павел Панфилов назвал ненормальными. Мы с вами знаем, что следственный изолятор построен очень-очень давно. И выдержать там нормальные, предусмотренные процессуальным кодексом условия содержания арестантов и задержанных, либо обвиняемых, ну, мягко скажем, не представляется возможным. И для кого не секрет, что ступить ногой, не задев крысу, практически невозможно. Но эти доводы не получили реакции, на которую рассчитывал подсудимый и его адвокат. Судья по ходатайству следствия продлил содержание подозреваемого под стражей до 25 апреля включительно. Именно к этой дате и планируется завершить следственные действия. Алексей Домнин, Александр Мажаров, Шестой канал. Мороз и коронавирус испугали желающих окунуться в Иордань. Ночь с 18 на 19 января владимирцы отметили крещение. Морозы в этот день были по-настоящему крещенскими. Температура воздуха понижалась ниже 20-ти градусной отметки. Проруби для омовения были готовы к 10-ти часам вечера. Однако желающих пройти обряд в этот раз было совсем немного. Всего около 3000 человек по всей области. В прошлом году к этому времени уже купающихся было больше. Опять же, это связано и с низкими температурами, связано с тем, что будние дни. Поэтому пока на сегодняшний день меньше, чем в прошлом году. По итогам посмотрим. Стоит отметить, что число купающихся в крещенскую ночь с каждым годом сокращается. Если в 2019 и 2020 годах их было примерно по 10 тысяч человек, то в этом году окунающихся по всей области чуть больше 2,5 тысяч. А вместе с теми, кто пришел поглазеть, порядка 5 тысяч человек. А смелилась искупаться лишь половина. А ведь Роспотребнадзор предупреждал. Лучше, чтобы зрителей не было вообще. Чем меньше народа, тем в условиях коронавируса безопаснее. Если вы не планируете сами участвовать в данном мероприятии, вы не планируете нырять, то в этом случае, вот в этом году, мы все-таки рекомендуем вам не посещать данное массовое мероприятие, чтобы не подвергать риску себя и людей, которые все-таки будут осуществлять свою традицию. Напомним, на крещении в области функционировали 34 купери, две из которых во Владимире. Одна на Семязино, вторая на Глубоком. Мэрия по традиции могла открыть ИИ-4 и Орданин, но остальные водоемы не соответствовали антиковидным требованиям. Тем, кто не побоялся окунуться в морозы сопровождающим, предлагался нехитрый сервис. Палатки, пункты переодевания, пункты обогрева, дополнительно разведен костер, пункт горячего питания, где можно попробовать кашу, попробовать горячий чай. Освещение дежурят сотрудники МЧС, сотрудники полиции, медицинской, скорой медицинской помощи, сотрудники администрации с целью обеспечения безопасности проведения этого мероприятия. И еще, о чем предостерегал Роспотребнадзор, но что, похоже, было проигнорировано и купающимися, и теми, кто за них отвечал. В купель окунались сразу подвое. Роспотребнадзор остается проявить принципиальности, проверить, зафиксировано ли на этом видео из социальной сети нарушения, и проинформировать, какое наказание за этим может последовать. Екатерина Филиппова, 6 канал. Философское осмысление нового времени и нашей жизни в целом. Во Владимире открылась выставка московской художницы Маргариты Юрковой. В ее работах сочетаются религиозные сюжеты, народные мотивы, мифы и легенды. Эта работа называется «Вертолет». На полотне техническое устройство, которое угрожает хрупкому и уязвимому живому миру, детям, у которых ангельские крылья. Художница рассказывает, к сожалению, человечество слишком часто приносит родной планете разрушение, а не созидание. Это вечное противостояние отразилось в масштабной коллекции работ «Живое и техника». Маргарита Юркова уверена, все вокруг тесно взаимосвязано. Осознать единство Вселенной и человека непросто, но очень важно. Масштабный авторский проект «Осознание сотворчества» как раз об этом. Попробуй разобраться с самим собой. Это очень трудно. Одна из самых сложных задач. Потом, как ты соотносишься с тем самым социумом, в котором ты живешь, и без него ты жить тоже не можешь. Но если ты не поймешь, кто ты, социум не поймет тебя. Космос – это же кружево, которое плетется, плетется тем всем Всевышним, переплетая все то, что есть, все то, что есть, сплетая. А мы там, вот та самая... Частичка, песчинка. Искорка. Даже на выставке Маргарита не расстается с кисточкой и красками. Вдруг какая-то работа потребует дополнения. Художница рассказывает, в работе привыкла чувствовать форму и объем, потому что по образованию скульптор. Я как предметник, я и выстраиваю предмет... В пространстве. Да, что в тряпочке, в лоскутах, поэтому что на холсте, что на бумаге, что витражи, что мозаика. Я не делаю эскизов никаких никогда. Ни этюдов, ни эскизов, ни этюдов. Я просто беру и делаю. И оно у меня получается, может быть, хуже, лучше, но оно все равно мое, потому что видно, что оно мое. В экспозиции представлены живопись, графика, лоскутные работы, скульптуры из разных материалов. Каждое произведение содержит особый смысл, отсылки к мировым культурным ценностям и современные мотивы. Оно в корне отличается от того, к чему привыкли владимирские зрители. И оно показывает, что действительно искусство может быть разным. Его не завез простым. И к всей, вроде бы, простоте неких сюжетов, оно довольно глубокое. Владимирские ценители искусства уже могли видеть работы Маргариты Юрковой. Пару лет назад некоторые из них выставляли в музей иконы. Новая выставка более масштабная. Увидеть работы художницы можно до 7 февраля. Посещать выставку нужно в маске. Маргарита Махрова, 6 канал. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Если вы стали свидетелем чего-то экстраординарного, то набирайте номер 36 66 66. Если у вас есть темы для журналистских расследований, то звоните по телефону 54 10 30. Еще больше информации вы найдете на нашем сайте 6tv.ru. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.